В Одессе под угрозой уничтожения ботанический сад национального университета на французском бульваре. Природный памятник пережил несколько войн, революции, но оказался бессилен перед застройщиком, который, как заявляют одесские активисты, связан бизнес-интересами с мэром этого города Трухановым. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Кубометр за кубометром, склон над морем тает на глазах. На бывших землях санатория растет 15-этажный жилой комплекс вплотную к ботаническому саду университета имени Мечникова. Фисташка, единственная в Одессе. Она, бедная, попала вот просто непосредственно там буквально меньше метра теперь до забора. Уникальное дерево. Вот кадры, снятые три года назад. Забор еще на одной линии с оградой Дендропарка. А вот как это выглядит сегодня. Разница в 10 метров. Рабочие перенесли забор и начали рыть котлован. При этом вырубили деревья, хотя ученые их специально высаживали, чтобы укрепить обрыв. Теперь всерьез опасаются оползня. Просто если здесь уже оползневые процессы начнутся, принимать какие-то меры будет очень сложно. Это будет угрожать всему ботаническому саду. В мэрии отвечают, уже собрали комиссию. До конца недели должны определить, законно ли застройщик перенес забор. Соответственно, если там будут нарушения, мы напишем и в прокуратуру, мы напишем и в ДБК Украины и так далее, и так далее. То есть мы примем все меры, которые возможны. Активисты возмущены. Почему чиновники не остановят работы, если до сих пор не выяснили их правомерность? По сведениям общественников, конечный бенефициар компании, который ведет застройку, Владимир Галантерник. Один из бизнес-партнеров Геннадия Труханова, мэра Одессы. В итоге люди берут инициативу в свои руки и ломают ограду. Мы пытались записать комментарий у застройщика, но к журналистам никто так и не вышел. Строить здесь жилье коммерсанты вообще не имеют права. Поэтому по документам это не строительство, а якобы реконструкция курортно-оздоровительного комплекса. И ведется она по просьбе общества инвалидов. Народная воля, в котором состоит всего 18 человек. Последние ничего странного в такой схеме не видят. Может быть, это нельзя так и говорить, что закон, что дышло куда и когда-то вышло. Я считаю, что для того, чтобы что-то имели инвалиды, то все хорошо. Одесситы тем временем собираются в субботу устроить массовую акцию протеста возле высотки и убрать все лишние заборы. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Анастасов, Игорь Механошин.